Она, кстати, так и показала. Трехсегментная, но просто на плоской, она странно работает, она нестандартна. Четырехсегментная, двухсегментная нормально отрабатывает, а трехсегментная – это то, что мы с тобой рассматривали. У нее изначально стенка блока, непонятно куда она в центральный сектор попадает. Другую четверть волны рассматриваешь, на отец залезает. Она хаотичная, непонятная. То есть, для лечения, возможно, мы зря ее не порекомендовали. Люди начнут же лечиться, а там хрит, что в ней. Ну, что я могу сказать, выбивает она точно. Вот это да, я заметил, где-то у меня тут три. Но там, знаешь что, там много гадостей в кровь попадает и всего остального. Поэтому, если посыпали прыщи, лучше сразу приостановиться. Аккуратнее, да. Ну, то есть, здесь, знаешь, здесь именно есть в качестве лечения, то надо какой-то, знаешь, момент разработать. То есть, когда у нас, скажем так, вот, допустим, наружный сектор, у нас, допустим, как емкость будет включен. Вот, а центр, центр ему сделать, допустим, именно, ну знаешь, как, не просто вот так вот развернуть, в обратную сторону. Голова заболит. Да, то есть, вот это, это просто излучение электростатическое. Каналь сюда, то есть, именно, видишь, нам надо, получается, внести сюда еще дроссель, задержку, вот эту. Но ведь, говорю, это опять, получается, половина. Потому что, то есть, ну как, нет, если вот в таком плане рассмотреть, допустим, смотри, что у нас получается. Дисбаланс. Тут у нас емкость, это индуктивность, а это, не знаю как, или равнодушная. А это, это нулевая индуктивность, ну со сдвигом фазы. Ну, в общем, вот какие-то вот такие варианты. То есть, мы должны включить нулевую индуктивность со сдвигом фазы. Это будет вот эта СВЧ-электростатика. Полезная которая. Вот. Ну, соответственно, она, то есть, она же в частоту получается одинаково промодулирована с вот этой. То есть, мы низкую частоту оставляем, которая, собственно говоря, еще и этот самый. То есть, ну, по сути как, пропустить ток, который мы запускаем на емкость. На столкновение, но только под 90 градусов. Понял тебя, Саша. Это вот как бы направление в сторону лечебки. Хорошо. Столько полезностей выйду. Ну, видишь, не зря ты с этим головой работаешь. Я для себя, лично для себя, я писал, чтобы пересмотреть потом. Я что не понял. Нет, ты потом можешь вырезать какие здесь... Можно порезать полезности, так сказать, и некоторые... Да, полезности, выложить схему, вот трехфаску, вот эту вот. Там, ну, там достаточно большими блоками получится. Посмотришь там. Спасибо. Ну, слушай, я что-то пока дошел, пока там поговорил, ну, думаю, глянь, тебе сидел до этого только что объяснял то, что простая емкость вот такая, это как раз есть линия задержки 90-градусная. А тут, а тут рисую индуктивную, говорю, надо, чтобы она как-то ее воткнуть. Ну, так, слушай, а что нам мешает-то, собственно говоря, вот здесь у тебя кусок, вот он у тебя точно такой же, собственно говоря, бифилярный. Ты, получается, запитываешь вот эту систему. Вот. На 180 перевернул. Нет, ну, это емкость. А, ну да, тогда будет нормально работать так. Да, то есть получается, что ток, который мы допустим, допустим... Симметричная система, симметричная. Да, это вот крема емкости нашего питания. То есть мы просто взяли, собственно говоря, и зажали обмотку нулевой индуктивности между двумя... Емкостями. Емкостями. Ха, ну вот тебе, пожалуйста. Да, вот эта емкость выполнена для любого из этого провода в любом направлении, какой бы у тебя период бы ни был. Минимум магнитки. Да, она именно здесь выполнит эту самую задержку 90-градусов. Да-да-да. Вот. Все, главное, чтобы только вот они все... То есть вот она тройнушка получается, которая на плоских, да. Так я ее тогда сейчас и выложу, ну вот, ребятам. Пускай тоже крементируют. Ну, да, для экспериментов. А они же намотали уже тройные. Да-да-да, это вот для экспериментов. То есть нам получается что? Им нам нужно зажать нулевую индуктивность. Вот. Вот в таком исполнении, да. И тут же еще видишь, смотри, что важно. Вопрос, как вот эта емкость будет включена, какой полярностью. Относительно вот этой. То есть это как бы основная получается. Мы как бы к ней через нулевую индуктивность довешиваем, собственно, вторую. Ну, по сути, как бы последовательная просто получается. Поэтому питание вот так вот перевернуто. Да, по вот этому питанию получается просто последовательное. Но нам бы желательно остаться примерно на частоте работы основной. Потому что тогда будет выполнено, собственно, условие. То есть время прохождения, 90-гралостный двиг. Потому что если мы перейдем, то есть мы замерили сектор, на какой частоте работает. Вот по идее мы на этой частоте должны и остаться. А это эффективнее, вот это будет работать. Да, в том-то все дело. То есть мы, по сути, знаешь, что сделали? Мы заменили электростатику, которая в центре. Вот. Чтобы мы четырехполюсник рисовали у стандарта. Да, да, да. Мы его просто заменили, электростатику, на СВЧ-режим. Тот самый, электростатик. Да. Полезный. Всем полезный. В то же самое время, видишь, мы, получается, имеем как раз низкую частоту, которая зажала высокую. А высокая с ней согласована как раз именно потому, что она сама же на той же самой частоте. И в целом вся картина вписана внутрь емкости. В целом остается емкостью. А с частотами что там получается? То есть это вот внутри правый край, это внутренняя часть, да? Катушки. Ну, как бы не принципиально. Да, ну да. Допустим, мы за внешний питаем, получается, среднее звено мы, получается, как бы исключаем. Оно, кстати, получается, стенка блока торвана по центру вот здесь. Да. То есть мы, как бы, и делаем. Это у нас, получается, емкость электростатики, основанная на топе. То есть используя кисток, который пустили через вот эти емкости, просто через нее пропускаем. Но пропускаем хитро. Надо бы даже чуть-чуть себя подразгонять, как бы даже будет, мне кажется. Есть такое дело. Ну что, эффективность будет лучше, короче. Ладно. Ага, води. Молодец. Спасибо. Пока.